Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор.ФМ Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Радиостанция Юмор.ФМ продолжает вещание в прямом эфире и сегодня вместе с вами в течение ближайших двух часов программа Неформат. Михаил Задорнов, автор и ведущий этой программы в эфире, отвечает на ваши звонки, на ваши смс-сообщения 0731, номер для звонков 8870, ждем ваши сообщения. Прямая онлайн-трансляция на сайте веселаярадио.ру И я помогаю модерировать эту программу, мне зовут Максим Заберин, я продюсер Юмор.ФМ. Михаил Задорнов, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что, будем ждать звонков ваших, будем ждать ваших посланий нам, отвечать на них по мере возможности. С чего будем начинать? По нашей традиции, неформатной, мы ждем от вас каких-то интересных сообщений. Вы приехали из очередной творческой командировки. Я не столько... Нет, я не из командировки. Я, знаете, у меня в Латвии есть такая избушка в местечке, которое раньше называлось хутор. И там нет даже интернета. Ну, мобильная связь-то работает, если так отойти подальше, блесок поглубже. И я там провел несколько дней, ну, писал сценарий. Сценарий документального фильма, который мы начали снимать, о приходе Рюрика с братьями на Русь, о приглашении варягов. Ну, вот, я, короче, был на хуторе. И поэтому я не совсем в курсе событий мировых. И поэтому я в хорошем настроении. Вот так скажем. Я... Меня ничего не огорчало. У меня там нет телевизора. Ну, вы извините, панели нет. Михаил Николаевич, мы вам сейчас настроение быстренько испортим. Тут огромное количество есть тем. От Бозона, Хигза и Русалок до Евро. Евро. Но я все-таки смотрел футбол. Я его досмотрел до конца. И это было мне интересно. А мы же прошлую нашу передачу закончили как раз темой футбола. Мол, давайте кричалки наши используйте, тогда выиграем. Ведь не прислушались? Не стали использовать наши кричалки? Вы смотрите, какая катастрофа произошла. Причем так интересно, до сих пор по телевидению я приехал вчера сюда, в Москву. И, конечно, включил телевизор. Я же соскучился. Я же современный человек по мерзопакостям мирового уровня. Слушайте, до сих пор обсуждают проблему наших футболистов. Смотрите, как цепануло, да? И вот этого одного из фурсинков, фурсинг, не знаю, как правильно опадежить их, все-таки сняли, уволили. Но я вам скажу, что сильно обидели они наших людей, футболисты. Знаете, почему обиделись? Вот, посмотрите, другие команды тоже проигрывают. Но болельщики их благодарят за хорошую игру, допустим. Или, ну, не получилось у вас, ребят, но мы вас все равно любим. У нас этого не было. Ну, я про наших болельщиков не буду говорить, потому что болельщики настораживают больше, чем футболисты, зачастую. А все-таки в общем народу было обидно. Я понимаю, почему. Наши футболисты, они за бабки предали интересы, вот, наши родные. Они стали гнаться за деньгами во всем. Вот если ты рекламируешь чипсы, ты не можешь быть хорошим футболистом. Вы можете себе представить Булата Акуджаву, который что-нибудь в наше время рекламирует? Жвачку, допустим. Ну, палатку там. Не знаю, гитару. Палатку, гитару. И то он... Во-первых, никто не попросит это рекламировать. Но никто из интеллигентных людей в рекламе участвовать не может. У наших футболистов недостаток, прежде всего, развития. Причем умственного. И это видно даже на поле. Они ныряют за любым заработком. И когда говорят, дорогие наши футболисты, это правильно. Они не просто дорогие, они очень дорогие. Я Аршавину послал СМС-ку в Твиттере после проигрыша. Не грусти, похрусти. У меня есть, кстати, информация о том, что наши-то болельщики признали лучшим игроком не Андрея Аршавина, а все-таки Алан Отзагоева. Так что чипсы, я думаю, медленно перетекут в новые руки. А что, чипсы уже отказали Аршавину в рекламе? Да? Да, все. Видите, я вернулся с хутора, а знаю больше вас. Это прям... Ну, отказали все. А что, сейчас если Аршавин будет рекламировать чипсы, их никто брать не будет? Я тут кое-что еще написал после того, как они мелочи, кое-какие свои, такие, как я говорю, задарнизмы. Может, мы с них начнем? Да, конечно. Есть немножко времени до того, как нам в рекламе придется участвовать? Ну, по мнению большинства футбольных болельщиков, для успеха на Евро-2012 России надо было выпускать на поле бурановских бабушек. К ним бы хотя бы политкорректно отнеслись. Вообще, у меня есть такой размышлизм. Российские футболисты освоили новый вид спорта. Спортивная ходьба с мячом. И такое умозаключение. Для того, чтобы побеждать в футболе, нужно бегать. И сборная России – ходячий тому пример. Разговор в Эрмитаже прислали мне недавно, был подслушан. Вам нравятся работы голландских мастеров? Если вы про дико-адвоката, то не очень. Игру с Грецией прокомментировал Андрей Аршавин. «Все не заладилось уже с самого утра», – сказал он, – «когда я не смог найти свои волшебные чипсы». Никогда еще Андрей Аршавин не ощущал такой мощной моральной поддержки фанатов. После финала в Киеве… Знаете, мечта была – после финала в Киеве спеть победную «Аршавянку». Но реальность – после игры в Аршаве мы пели «Прощание славянки». Вообще это все такой грустняк, потому что я не знаю, это что-то шуткое. Если не касаться российской сборной… Вот цепануло меня, простите. Просто вспомнил в нашем твиттере «Веселое радио» появилась очень хорошая шутка, то, что сборная Испании, улетая из Киева, едва не забыла кубок. Так неожиданно. Чуть к Украине не стало. Обладателем кубка. Вот я все к этому клоню. Ребят, вот когда начинаешь гнаться бездумно за бабками, теряешь талант. Они ведь одаренные ребята. Кстати, интересно. 2008 год. Испанцы – чемпионы Европы по футболу. 2010-й. Испанцы – чемпионы мира по футболу. 2012-й. Испанцы – чемпионы Европы по футболу. В чем… в чем заковыка? Да. Испанцам бы поучиться вежливости у Путина. Один срок ради приличия могли бы и пропустить. Между прочим. Кстати, после того, как в квартире Ксении Собчак нашли при обыске полтора миллиона евро, она получила прозвище. Ксения Общак. По словам Киркорова, он счастлив, он счастлив. После дочери. У нее родился сын. Смотрите, как я на хуторе много узнал. Да, он счастлив, он счастлив. Ведь только сын сможет продолжить настоящее правильное дело отца. Наследовать титул короля эстрады и жениться на Али Пугатьева. Я специально сделал паузу, потому что я знаю, как в зале на это будут реагировать. Я даже… мне не надо будет договаривать. По словам Филиппа Киркорова, своего третьего сына он назовет Тимати. Ему хочется посмотреть, как Тимати плачет. Это опять для людей в теме, кто. Но это их ссора. Это замечательно. Тимати же мечтает набить морду Киркору и сейчас учится подпрыгивать. Ну, а после смерти, вы знаете, игрокам сборной России по футболу не светит ни ад, ни рай. Они просто не попадут в ворота. Мимо створ. Пройдут. Знаете, настолько грустная тема, что я просто не могу сдержать слезы счастья от нашей футбольной сборной. Я просто все время вспоминаю о том, насколько прекрасно играли друзья наши хоккеисты. Как это было чудесно. Они вдруг поняли, что они не миллионеры, а нормальные наши российские пацаны. Они играли по-пацановски. С мастерством мировым, но с азартом дворовой команды. А эти рекламщики чипсов и прочие гадости, причем, понимаете, какой грех он на Аршавине лежит. Ведь он рекламировал гадость за бабки. Значит, а тот, кто рекламирует гадость за бабки, если он талантлив, он талант теряет. Аршавин сегодня это символ. Вот Чубайс символ. Символ олигархической России. А Аршавин символ наших сегодняшних футболистов. Ну, правда, Киржаков, вы знаете, что теперь есть новые выражения, да? Киржакнуться. Это значит не попасть куда-то. Это значит что-то плохо. А киржачить. Сейчас новые слова входят. Это очень интересно. Потому что Киржаков действительно столько раз промахнулся. Больше его промахнулся только... Боже мой, из Португалии-то красавчик. Акелло, наверное. Ну, как его мне... Не из Себио. Ну, боже мой. Вылетело из головы. Рональдо. Рональдо больше раз промахнулся. Но, правда, он в значительно больше раз попал при этом. Совершенно. Это я стал фанатом футбольного. Вы можете себе представить? Да потому что обидно. Обидно, что не только футболисты, а многие наши люди считают, что надо жить только ради бабок. И в результате теряют себя. Вот что нам показали наши футболисты. Когда я это понял, я... Как-то мне полегчало. Думаю, скажу на юмор ФМ обо всем этом. Мне вдвойне полегчает. Я нашел новость здесь, которая продолжает разговор о футболе. И мы так, подводя черту небольшой. Международный совет футбольных ассоциаций по сообщению агентства Интерфакс одобрил использование головных платков в женском футболе. Замечательно. Так что девушки будут играть сейчас в платках. По-моему, это и есть самое главное отрада, которую мы можем, болельщики, получать от футбола. На этой радостной ноте и в юбках, и еще кричать, как в теннисе. И босичком. И вообще это будет не футбол, а кастинг. Давайте послушаем рекламу на юмор ФМ. Тем более, что я знаю, что вы на... Я как-то шел к своему другу Володе Качину. А Володя Качан живет на Пушкинской площади. И я прохожу, смотрю, БТР, и все окружено. И ОМОНовцев, ну, тысячи две. Я так подошел к ОМОНовцу, говорю, дай заглянуть-то через плечо. Он говорит, а, это ты? Говорит, на ты сразу. Я говорю, как узнал? По голосу. Скажи что-нибудь про американцев. Короче, я ему сказал, что они тупые, и он разрешил заклянуть через плечо. И вижу марш, а я спрашиваю, что-то. Он говорит, там марш миллионов. Я говорю, что? Заглядываю, а там, ну, человек 30 бунтуют по полной. Отцепленные грузовиками, ОМОНовцами, орут, кричат, матерятся. То есть, такое ощущение свободы слова, но на этом клочке территории России. Вот это, ну, совершенно занимательная, конечно, для карикатуры картинка. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». 8870 номер для ваших смс-сообщений 0731. Звоните в прямой эфир. Михаил Николаевич Задорнов ответит на ваши вопросы. А пока мы комментируем самые главные итоги прошедшей недели. Ну, и, наверное, надо закончить тему, связанную с футболом, и перейти к более понятным темам для всех, вот, скажем, и женщинам, чтобы было понятно тоже. Ну, я, знаете, что думаю, вот на следующее утро после финала Евро-2012, ну, я смотрел с большим интересом этот финал. Причем я ни за кого не болел. Слово «болеть за кого-то» вообще мне не нравится. Я хочу выздоравливать за кого-то. Поэтому я ни за кого не заболел, я выздоравливал, глядя этот матч. Двое мужчин курили у дверей офиса. Вышла девушка, спросила, ну, как вчерашний матч? Я говорю про матч Испания-Италия. И он такой грустный, говорит, наши проиграют. Наши замечательные болельщики. Они не могут болеть просто так. Вот они не могут просто так выздоравливать. Им надо за кого-то. Итальянцы, видимо, ближе всего по темпераменту, по желанию развести клиента. И они, как наши, такие. Вот теперь я понимаю, почему итальянцы проиграли. Потому что наши болельщики за них болели. Вообще, я представляю, как они болели за итальянцев. Италия, блин, вперед! Вообще, такого лозунга нет ни у кого. Вот вы представляете испанских болельщиков? Испания, блин, вперед, чтобы орали. Все-таки испанские болельщики тоже оставляют очень приятное впечатление. Я считаю, нашим надо, конечно, у этого учиться. Ну, а после ссоры, переходим к темам, которые понятны будут и женщинам. После ссоры Тимоти Киркорова в Твиттере разразилась война комментов. И я ее считал. Рэп для малолеток, это написал Киркоров. Попса для старушек, написал Тимоти. Старушек-то не трогайте. Бурановские бабушки отметились в Твиттере. Рэп и попса фуфло, хэви метал, подпись Медведев. И следующее шли бы вы работы, Дмитрий Анатольевич, подпись Путин. Ну, а если у вас была песня «Такси-такси», Максим, уже совершенно переводя тему в воспоминания. Вот знаете, я вспомнил вдруг благодаря этой песне, как я первый раз вышел на сцену. Я в Московском авиационном институте занимался в самодеятельном театре. И какие-то во мне способности заметил директор Дома культуры Московского авиационного института Бранштейн Абрам Эммануилович. Вызвал меня к себе, спросил, вы еврей? Я сказал, нет. Он говорит, это хорошо, будете вести джазовый оркестр наш, сказал. К скрипкам вас напустят от джазового оркестра. И я был ведущим джазового оркестра. Естественно, помимо того, что я был объявлял, мне надо было хотя бы три раза пошутить. И тогда я выходил на сцену после того, как отыграли, скажем, какую-то серенаду Солнечной долины, ребята, и шутил следующим образом. Хорошо послушать, говорил я, приятную джазовую лирическую мелодию. Я так понижал голос. Сзади музыканты сидят, особенно если вы вдвоем с любимой девушкой в такси. Вы сидите с ней на заднем сиденье. Она ласково положила тебе голову на плечо. Играет красивая музыка. И она шепчет тебе всего лишь три слова. Сегодня плачу я. Вот такие незамысловатые шутки я исполнял на сцене Московского авиационного института. Кстати, имела успех. А еще в подражании Иванову писал пародии. И до сих пор горжусь этими пародиями стихотворными. Но это сейчас бессмысленно. Может, стоить из раннего. Из раннего. На языке буквально. Днем и ночью ты танцуешь твисты с риском поскользнуться. Был поэт рождественский. Его очень любили. И он считался одним из, ну, в тройке лучших поэтов Советского Союза. Но он такой был патриотически очень настроенный. Очень комсомолец. Ярый. И поэтому интеллигенция немножко иронично его воспринимала. А пародия, которую я читал со сцены, звучала так. Днем и ночью ты танцуешь твисты с риском. Я голос рождественского даже делал тогда. С риском поскользнуться и упасть. Твисты любят империалисты. Как же ты могла так низко пасть? Кто тебя возьмет такую в жены? Кто тебя полюбит насовсем? Если только кто-то из пижонов. Но не я, не член ВЛКСФ. Ну, в общем, я поделился из совсем раннего. А теперь переходим к современности. Да, переходим к позднему, так скажем, творчеству. И это закон о творчестве. Михаил Николаевич в Российской Федерации. Это смешно. Закон о творчестве. Люди нашлись от творцы. В Российской Федерации с 1 июля резко возросли штрафы за целый ряд правонарушений, связанных, в частности, с неправильной парковкой автомобилей. Ну, я думаю, что вообще это, я не знаю, вот я сатирик, я вроде должен критиковать, но мне это нравится. Мне это самому нравится. Я бы еще установил очень жесткие и высокие штрафы. Знаете за что? Когда музыкой бомбят в пробках, люди водилы с гастарбайтерским мозгом. Когда им кажется, что вот эти низкие только у них проходят по их аппаратуре. Я в результате установил себе мощную аппаратуру на машину. И когда со мной стоит вот этот дебил, который мне шандарашит низкими частотами, я включаю Моцарта громче, чем его вот эта дискотека автомобильная. А однажды включил Бетховена, Пятую симфонию, все, перекрыло все радиоприемники в пробке всех автомобилей. С ними надо как-то бороться. Вот им бы я, конечно, их бы я штрафовал здорово. Ну а что, простите, я сбил на свое опять. Да нет, все верно. Я просто хочу сказать, что до автомобилистов или мотоцикслистов, которые включают громкую музыку, еще не добрались. Длинные руки наших законотворцев. Но тем не менее, есть некоторые правонарушения, которые будут караться довольно серьезным финансовым, скажем так, номиналом. Да, то есть остановка или стоянка, например, на трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части обойдется водителям в полторы тысячи рублей. В Москве и в Питере три тысячи рублей. Если водитель создал препятствие для других машин или остановился в тоннеле, ему придется заплатить штраф две тысячи рублей. В Москве и в Питере три. Ну и так далее. Тонировка опять же туда попадает и так далее и тому подобное. Фракция ЛДПР в Государственной Думе выступила с заявлением, что она намерена обратиться в Конституционный суд по поводу того, что повышение штрафов в Москве и в Питере более чем по всей стране являются несоответствующими Конституции. Вот такая забота о гражданах. Я не знаю, я незаконотворец, незаконотворец, поэтому я не все здесь понимаю. Единственное, я хочу сказать, что вроде благое намерение, а опять как по черном эрдену. Ну сначала стоянки сделайте. Ну выделяет же, налоги же собирайте с москвичей. Ну сделайте, да почему с москвичей? Что я замкнулся на Москве? Во всех городах надо сделать множество платных стоянок. И если их много сделать, они, во-первых, не будут дорогими, во-вторых, людям будет где парковаться, сделать и подземные стоянки. Ну а что же вводить эти законы, когда в результате люди не знают, что им делать? Ну хорошо, я поставлю машину и заплачу 3 тысячи, и все. Но это же не каждый может. Ну вот смотрите, по сообщению агентства Интерфакс, которое прошло сегодня, несмотря на увеличение с 1 июля штрафов за неправильную парковку в Москве и Санкт-Петербурге до 2,5-3 тысяч рублей, в центре столицы по-прежнему отмечаются многочисленные нарушения правил стоянки и остановки, что подтверждает ваши слова. То есть парковаться реально негде? Паркуются. А что это значит? У меня же мозг, он видит, как мозг сокола в полете. Я же вижу, что дальше последует. Дальше последует организации, организация предприятий, которые отвозят машины неправильно припаркованные. Они называются специально как-то эти машины, во-первых. Ну эвакуаторы. Эвакуаторы. По эвакуации, мне язык не поворачивает, иностранные слова произносить. По эвакуации будут фирмы организованные, будут на этом зарабатывать. Вот же в чем дело. Вот почему не нужны стоянки, а нужны штрафы. У нас все нацелено на одно. Развести клиента, заработать, детям платить за учебу, за все платить, а результат, как у футболистов, погнались за бабками, потеряли сами себя. Дай бог им тоже всем потерять закон о творчестве. Все зато покушали чипсы. Похрустели. Извините, не оскорбляйте о ржаве. Давайте прервемся, у нас как раз в студии два пакета с чипсами, и прервемся на пару минут, чтобы вернуться скоро в студию «Юмор.ФМ». Вы слушаете радиостанцию «Юмор.ФМ». В прямом эфире программа «Неформат». Мы подводим итоги недели. И среди прочих есть сообщения, которые связаны с поездкой нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева по восточным регионам страны. Он бывал в Владивостоке, где открыл один из самых дорогих вантовых мостов через... А он уже... Его приготовили, этот мост? Для Медведева или вообще для всех тоже? Ну, для всех тоже. Он уже открылся и... Это на Русский остров? Да, на Русский остров. Там живет пять тысяч человек, но в Владивостоке примерно семьсот пятьдесят тысяч. И сейчас активно будет остров Русский застраивать. К саммиту, естественно, все это делается, который пройдет в начале сентября. Мост обошелся в какие-то там баснословные деньги, но он... И губернатор с этими деньгами сбежал. Из Владивостока, это я знаю, а мои портреты оплевали. Вот новости о Владивостоке для меня. Такая альтернативная версия. На самом-то деле мы знаем, что все, конечно же, было прекрасно и честно. Очень, да. Да. У нас есть несколько сообщений относительно того, что Дмитрий Медведев в момент своей поездки посетил и Курильские острова. На Японии очередное цунами относительно этого возникло, информационное на сей раз. И когда нашего премьер-министра спросили, как он думает, какая реакция, какой реакции можно ожидать от японцев, он сказал, что реакция наших японских партнеров на поездку на остров Кунашир мне безразлична. Настолько безразлична, что я даже не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, может быть, первый раз, когда я с ним соглашусь, это как раз сейчас. Хотя он ведь туда полетел не впервые. Он был там год или два, два года назад, причем через месяц после того, как я по телевидению рассказал о своей поездке на Курилу. Почему я поехал на Курилу? Я на Курилу попал, когда мне было 17 лет. Я там работал чернорабочим. Извините, разнорабочим. В то время это было почетно, вроде как на все руки мастер. Чернорабочим неполиткорректно просто говорить. Да, это что-то из области бомжатника какого-то. Но, тем не менее, в мои задачи вставило. Знаете, я работал в ботанической экспедиции, но я не был ботаником, хотя слова Питазити, Сорвенди, Сторус, Хоррентус, это все я выучил. Действительно, изучала наша экспедиция на Курильских островах, я их же запомнил наизусть, название. Кунаширы, Турупу, Рубшашкотан, Шикотан. И мы работали на этих островах. Знаете почему? Это очень интересно. Советское правительство заботилось не только о людях, а о коровах тоже. Там рос сила с невероятной высоты трава. Трава в хорошем смысле этого слова, в то время и другого смысла у слова трава и не было, между прочим. И другого смысла у слова корова не было тоже. Телка. Нет, телка тоже было приличным. Представляете, голубой, телка, трава. Все приличные слова были. Разве это не интегральный показатель нравственности народа? А трава там 6 метров высоты. От 4 до 6 метров. Ведь многие такой травы даже не видели. Я когда туда... Ее курить нельзя. Нет. Но когда я попал в эти заросли, я в то время еще не видел голливудских фильмов. Я бы так, если бы видел, я бы сразу сказал, это для съемок голливудского фильма. Какого-то страшилки, трава заползает в окна домов, захватывает поезда. Да, и Брюс вылез, побеждается и накосилкой эту траву выкашивает. И мы изучали вот этот гигантизм у травы. Как выращивать такой силос. Меня впервые поразило... Я же что знал о природе? Только по клубу кинопутешественников Сенкевича. И вдруг птичьи базары, лишьбище котиков, нерпы, вулканы, гейзеры. Ну, выражаясь современным языком, торкнуло реально в меня это. И вот прошло 42 года. Вообще, я написал такой рассказ, как я стал мужчиной. Этот рассказ очень популярен был в интернете. Все думают, что это как у проститутки Кэт, будут какие-то интимности. А там я рассказал, как я впервые сел на лошадь. И как впервые мне пришлось с ней справиться. Потому что меня заставили хлеб везти с Охотского моря к Тихому океану через тайгу. Но это долго рассказывать. И вот через 42 года я прилетел на Курилы, уже будучи известным человеком. В то время, естественно, меня никто не знал. Ну, свой концерт в домике, очень бывшем коровнике. Интересно, что 40 лет назад там мой отец выступал перед своими читателями. И была одна читательница, которая вспомнила его выступление. И вот теперь я там выступал. Ночью выступал. Потому что у жителей Курил странная такая антииспанская традиция. Работать днем. А по ночам они только могли собраться ночью. Два концерта ночью было. Один в час ночи, другой в три ночи. Представляете? Набрал аж 200 человек на каждый концерт. Ну, это под завязочку. Ну, конечно. Концерт был бесплатный, естественно, совершенно. Ну, начал я ее фразой, которая взорвала этот зал. Я 42 года... Последний раз был здесь 42 года назад. Ничего не изменилось. Ну, кстати, я закончил. Я тоже хорошо обещаю. Каждые 42 года и впредь прилетать к вам на Курилово. Медведев поехал после того, как я рассказал об этом по телевидению. Ну, это совпадение. Это только я могу шутить. Мол, он слушает мои передачи. Это вряд ли. Я, конечно, наблюдал с интересом за его поездкой на Курилы, тогдашний. Ну, потому что родной для меня край. Вулканы, гейзеры. Я не знаю, был он на вулканах гейзеров. Там к его приезду покрасили одно... Там одно здание есть. Вообще, город Южнокуринск строила не просто женщина-архитектора, а пьяная женщина-архитектора. Там что ни дом, то зуб в носу. И все наперекосяк. С другой стороны, зачем делать, особенно аккуратно, там цунами случаются. И когда я был в 68-м году на Курилов, было предупреждение о цунами. Как мы бежали на гору, с какие... Да я так быстро не бегал никогда в жизни, тем более вверх. Но цунами не случилось. И там один дом есть, как раз на этой горе, куда мы бежали. Его покрасили с четырех сторон. Он и журналисты, тележурналисты снимали Медведева с четырех сторон этого дома, чтобы было ощущение, что это разные дома. Но больше всего мне понравилось, как Медведев пришел в гости к одной женщине. Русская, насквозь славянская женщина. А ему же надо задать вопросы, а ей же надо же ответить ответы. А он с такими людьми редко общается. С людьми природы. Ведь чем дальше от Москвы, тем больше порядочных людей. То есть на Курилах процент самый высокий порядочных людей. Кроме того, туда власть не долетает. Там бывает такая погода, что никакой Медведев не может пролететь. Мне однажды пришлось семь дней ждать вылета у подножия мулкана Менделеев. И... Ну, его все-таки там тучи, видимо, разогнали. Он прилетел. И вот... А там люди другие. Знаете, вот когда те же японцы прилетают на Курилы, они ничего понять не могут. Они вообще не въезжают в жизнь наших. Ни одной заправки нет на острове Кунашире. Все ездят на джип. И японцы теряют узкоглазие. И спрашивают, а как вы заправляетесь на джип? Да так. И вот этот да так ставит их в конкретный тупик. Ну, кто-то скажет... В этом японцы узнают, когда плывут обратно, и у них заканчивается бензин. Заканчивается бензин. Потому что они вот так заправляться не могут. Некоторые конкретизируют, говорят, мы от полярной звезды шланг протягиваем и заправляемся. Но самое интересное, что японцы, у них прокололась шина на машине. И они не знали, как поменять колесо. Там жил лесник. Вышел, поменял колесо. Они к нему относились как к Резерфорду, как к Ньютону, который умеет это все делать. И вот Медведев зашел к этой очень славянской женщине в дом. А вот там уже стаканы, подстаканы. Подстаканники, точняк, как в этом пойке. Вот, они сидят прямо как в купе. И... А ее научили, чего отвечать надо. Его научили, чего надо спрашивать ее, чего отвечать. Чтобы получился такой по душам разговор. И вот наш юрист, значит, топ-менеджер всей Руси. Знаете, на Руси была семибоярщина. А у нас была двупрезидентщина. И он, значит, отхлебывает чай. И говорит, ну как у вас тут? А она совсем славянка. У нее памяти никакой. Мало того, что она волнуется, у нее вообще выпало из башки все, что ей объясняли. И она говорит, ну все. Говорит, о, да все. О-о-о. И не вспоминает. Чувствуется, на кнопку Enter нажала, а процессор не работает. Зависло все. И вдруг нашла фраза, говорит, корабли приходят. Он чуть не облился чаем. Потому что вообще ответ был запланирован ФСВшниками других. Ответы же грамотные люди писали. Но он нашелся, молодец. Говорит, нет, ну продукты же есть. Она говорит, все. И опять ничего. Ну, джи. А, ну, на кораблях привозят. Чего она к этим кораблям придралась, я не знаю. Но все это, конечно, симпатично. Мне очень нравятся эти острова, как и люди, живущие на Сахалине, подальше от Москвы. Но там действительно проблема с этими островами. Есть такая, ну что ли, мудрость. Земля считается того народа, чьи могилы на этой земле. Там, конечно, большинство могил японских. Но отдавать их нельзя ни в коем случае. Нельзя сдавать ни пяди. То, как они воевали против нас, и то, как наши выгоняли их в последние годы войны, и то, как освобождали все земли, эти земли сегодня наши. Потому что там уже наши могилы, и наших могил там уже гораздо больше, чем японских. Вот хорошо бы, чтобы кто-то из администрации Медведева услышал такие мои размышления, и чтобы он когда-нибудь сказал что-нибудь не как юрист, а по-человечески. Поэтому я в этой ситуации с ним согласен. Жалко только, что в Тихомолку, Одаре, острова, вы знаете, которые через Замур от Хабаровска. В Тихомолочку так раз и продали. За что, почему, не знаю. Но, вы знаете, на самом деле есть человек, который отреагировал очень оперативно относительно реакции наших японских друзей на поездку Дмитрия Медведева. Это Геннадий Онищенко. Он заявил, что он не советует отныне россиянам есть суши. После поездки Медведева на Курилы, где добывается сырая рыба. После того, как Япония неадекватно отреагировала. А, это наш ответ. С Акашвили мы ответили, мы будем пить минеральную воду, а им суши больше не едим. Да, суши больше не едим. Также Геннадий Онищенко рекомендует россиянам отдыхать на родине. Это очень интересно. По сообщению агентства Интерфакс, руководитель Роспотребнобзора, главный государственный санитарный врач России, Геннадий Онищенко заявил, что гражданам России следует отдыхать на родину. На родине, прошу прощения. Поскольку поездки в страны с другим климатом представляют сильную нагрузку для организма. Ну и дальше идет рассказ о том, что при прочих равных лучше на родине отдыхать. Смысл заключается в том, еще раскопали мы одну информацию, что россияне потратили за 2011 год за границей более 30 миллиардов долларов. В то время как иностранцы потратили всего лишь 10. Иностранцы, отдыхая у себя там за границей нашей, потратили меньше, чем наши за границей. Нет, они имеются в виду, иностранцы приезжают сюда. Так а вопрос-то в чем? У нас дорого отдыхать. Я на Алтае был в одном, на чудесной турбазе. Чудесная, роскошно сделанная. Но цены. Не может человек там поехать, просто отдыхать, ему в Турцию легче съесть. Да, конечно, там красотень на Алтае. Конечно, там волшебство природное. Но такого в Турции нет. Но когда мне за завтрак попросили за тайменя 40 тысяч рублей, нас три человека завтракало. Ну, ребят, это перебор. Я говорю, какой 40 тысяч? Таймень у вас здесь, в озерах. А они мне говорят, а мы еще кедровые орешки вам дали. Да, ну тогда, конечно, на 40 тысяч тянет. 40 кедровых орешек. Да, да. Да у нас дорого. Я думаю, что у Онищенко несколько турбаз организовано. На, у нас, здесь, в России. Вот он и лоббирует просто отдых здесь. Да, я тоже за отдых здесь. И я отдыхаю у нас. Я недавно был на Волге. Выложил такие бабки, которые бы никогда не выложил. Даже на южном берегу Франции. Но что делать? Я люблю у нас отдыхать. Друзья, давайте отдыхать в России. Причем у себя дома. И это будет гораздо дешевле. Рекрасно. Прервемся на пару минут. Вернемся скоро в студию. Добрый день всем, кто присоединился к нам прямо сейчас. Может быть, некоторое время назад. Программа «Неформат» продолжается в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Михаил Николаевич Задорнов подводит итоги недели. Мы принимаем ваши звонки, сообщения. В том числе и такой новотехнологичный, может, уже не совсем технологичный вид связи, как Твиттер. Но вот, Михаил Николаевич, я вам передаю слово прокомментировать сообщения от Ирины Безруковой. Ну, приятно, что Ира Безрукова прислала сообщение в Твиттере, мол, еду в машине и слушаю вашу передачу. Ира, это... Я сейчас буду стараться не допускать ошибок в своей речи. Это обязывает. А вообще, сегодня очень приятно, что Сергей Безруков снимается... Ну, что значит снимается? Дает интервью. Может, и это неправильно. И банально я сейчас сказал. Рассказывает для документального фильма об образовании Руси. То есть о времени, когда Рюрик пришел на Русь со своими братьями Гняжень. Рассказывает свое понимание отношения к истории. Дело в том, что Ира и Сережа очень любят книги интересные про историю. Причем неформатные. И они, как вы сегодня сказали, модно в теме. От души в теме. Мы даже мечтаем с ними и с писателем Алексеевым. Ну, пока что мечтаем. Хотя я думаю, что Сережа с Ирой выберутся раньше. Поехать в, знаете куда? Северный Кавказ. Школа Михаила Щетинина. В которой вундеркинды выпускаются. У нас ее гнобят. А если бы такая школа была в Америке, в той же. То тупые американцы бы ее превозносили. Смотрели фильм «Факеры»? Там же школа для особенно гениальных детей. Там рассказывается об этой школе. Как они вовремя все замечают. Америкосы. Вот мы даже хотим поехать в эту школу. Вместе с Ирой и Сережей и с моей женой. Чтобы посмотреть на методику эту. Но на славянской основе. Нашей, родной. Не на привлечении иностранных схем. Ну, вот Ира, спасибо за сообщение. А Сережа уже, наверное, разговаривает для нашего документального фильма. Кстати, следующий после Сергея Безрукова в этом документальном фильме будет сниматься Илья Глазунов. Мы с ним... Я позвонил Илье Сергеевичу из Риги. С хутора. Три часа он мне рассказывал. Он знает все. Он настолько в теме. Он знает много языков, Илья Сергеевич. И он летописи читал и на французском, и на итальянском. И то, что писали в 16-17 веке, скажем, в Италии, был такой летописец Арбини, что он писал о том, как образовалась Русь. Я поеду к Илье Сергеевичу завтра, и он тоже нам расскажет о своих знаниях. Он знает гораздо больше, чем многие зашоренные сегодня ученые. Ну и будет сниматься Ножкин, Михаил Ножкин. Евгений Евтушенко приедет, тоже скажет свое слово. В общем, все, кто любит родину, а с опаской относятся к государству. Несколько настороженно. Вот так. Но этот фильм для родины, не для государства. Фильм выйдет примерно 20 сентября по РЕН-ТВ. Потому что 20 сентября праздник. 1150 лет образования Руси. И наверняка наша двупрезидентщина поедет в Новгород для празднования. Мне надо этот фильм сделать. Видите, я воспользовался сообщением Иры, чтобы... Кстати, чтобы так немножко отрекламировать то, чем я делал, то, чем я сейчас занимаюсь. Кстати, мой новый концерт тоже посвящен наполовину этой теме. И называется он, новый концерт называется так, «История России-дискотека на граблях». Причем как в то время была дискотека на граблях, танцевали. Не просто наступали, одно и то же, одно и так и теперь. Поэтому такая у меня в концерте перекличка. Вот что тогда было и что сейчас. Потому что и сейчас агенты влияния оттуда же к нам заползают и пытаются нас разрушить. Я был в Атласских горах, видел, как живут берберы и как они потеряли свое прошлое, когда стали жить не своей жизнью. Есть такая древняя легенда. Геракл, Ливия, кто такие ливы? Берберы называли себя Ребу, Рабу, поклонение Ра. Рабу перевернули, стали произносить Лабу, Лебу. И отсюда, а потом Лива. И отсюда Ливы пошли. Берберы это и есть Ливы. Каддафи был Ливом из берберского бедуинского арабизированного племени. И мифический властитель Ливов, кстати, Триполи, это три полиса поставили греки. И вот Антей был мифическим властителем Ливии. И Геракл, знаете, почему был непобедим Антей? Он вросся, он сросся с землей. Наши богатыри, когда хотели набраться силы, они что делали? Ложились на землю. Земля, матушка, дай нам силы. И они были непобедимы. Антей был непобедим, пока стоял на своей земле. Геракл обманул его. Он оторвал его от земли. И только после этого победил. Это не документальные события, это притча. Те, кто отрываются от своей земли, теряют силу. Вот о чем это. И мой концерт посвящен, ну, конечно, не таким историям, о которых я сейчас рассказал по радио. Но тема вот эта. Но смешнее. Вот так вот скажем. И поэтому я, тех, кто интересуется тем, что я не могу сказать по радио, но могу сказать на сцене, по понятным многим сейчас причинам, я приглашаю в центр Слободкина, Павла Слободкина, на Арбате, 17-го... Максим, у меня 17-го числа концерт. 17-го. Да. Не забудьте, Максим мне подсказал, что 17-го числа. Я вот, видите, у меня на запястье номер 622-й в очереди. Я уже занял. Ну, я бы мог, конечно, сказать, как 17-го, запомните 17-го. Я не буду говорить все время 17-го, 17-го числа. Просто, Максим, мне напомнишь, что 17-го. Я и говорю 17-го, просто говорю 17-го. Причем июля. Да, Максим напомнил, что июля. Максим напомнил, июля, да. Не забывайте, Максим, что 622-й июль вы записываете. У нас, да, у нас есть несколько сообщений. Вот звонок очень долго ждал человек. Виталий из Москвы, к сожалению, сорвался звонок. Вопрос касался дискотеки на граблях, а именно трех веселых букв МММ. И есть сообщение, пришедшее к нам из Ростова. Уважаемый Михаил Николаевич, очень любим ваше творчество. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу пирамиды МММ, этой кассы взаимопомощи. С уважением, к сожалению, здесь обрывается. И вот Виталий не дождался, и здесь мы подписи. А вы представляете, вы сейчас предугадали направление моей мысли. Потому что когда я стал говорить про дискотеку на граблях, я подумал про МММ. Ну, думаю, не буду отвлекаться, и свернул тему. И сейчас вы все-таки ее оживили. Но прежде чем высказать свое мнение, я бы хотел узнать у вас. Все-таки вы лучше разбираетесь во всем, что там наверху творится. А наши правители высказывали хоть что-то по поводу образования МММ? Я понимаю, что они не могут запретить это. Ну, просто у них мнение есть какое-то? Или они не замечают это явление? Вы знаете, нет, на этой неделе проходили сообщения. Вот я нашел сообщение по информации агентства РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя играть в МММ три раза подряд. Почему государство должно за это отвечать? Если человек идет и совершает нелепый поступок, как, например, в случае с МММ, три раза одно и то же, то это проблема с мозгами. Слушайте, это уже второй раз, когда я согласен с Медведевым. Всего за час. Это меня настораживает. Я начал стареть. Ну, вообще, действительно, когда я узнал, что МММ снова ожило, я был поражен. Вот славяне. Ну, что же от них ждать? Они понесли опять деньги туда. Ну, не все, конечно. Но я думал, уж никто этим не будет заниматься. С другой стороны, я вам скажу, что понять можно. Все-таки, вот, Единая Россия, а теперь МММ, какая-то альтернатива жулью нужна. Все-таки в нашей стране. Вы знаете, вот в середине июня этого года Сергей Мавроди, это, кстати, о гениальных детях, которые подрастают. Так вот, гениальный ребенок Мавроди объявил о прекращении работы пирамиды МММ-2011. Уточнив дальше просто прекрасная цитата, что денег на всех не хватит. В этом же... Только для ему самому. Да. Денег на всех не хватит. Поэтому прекращается работа МММ-2011. Но начинается новый проект МММ-2012. Дорогие друзья, добро пожаловать, несите деньги. Предполагается, что с помощью МММ-2012 Сергей Мавроди сможет рассчитаться со вкладчиками предыдущей финансовой программы. Гениально, да? Вот разводила дискотека на граблях. Это всю жизнь нашу. За время существования не России, а славян. Знаете, что меня обижает? Что меня настораживает? Я смотрю сегодня на славянские народы и в ужасе от того, что они решили, как западнюки, жить только ради денег. Это не наша жизнь. И вот много в наше время образовалось славянских клубов. Одни восстанавливают оружие древнее славянское, другие одежду. Я, например, в Пензенском был клубе «Святогор». И там мне показали, как по, допустим, наряду невесты, по узорам на этом наряде, поопределить, откуда она, с какой земли, какого рода, сколько ей лет, когда родилась. То есть это такая притеча письменности, эти узоры, да? Преддверие. И представляете, мы ходим в документальном фильме. Безруков, Илья Глазунов, Ножкин, Евтушенко с удовольствием скажут свое мнение о том, что историю надо все-таки стремиться к правде, а не просто так жить вымышленным. И не обрубать корни наших славянских предков. А эти мне говорят. Готовы, да? Готовы? Сколько вы нам заплатите? Вот эти клубы славянские, которые восстанавливают, казалось бы, избы, тюрема, печи. Вдруг сколько он обзор? Что? Ничего себе! Я снимаю фильм за собственные деньги. Я стараюсь как можно больше, чтобы этой темой заинтересовалось людей и в интернете, и зрители на моих концертах. И что вы думаете, Пензенский клуб сказал? Там Саша такой руководит. 90 тысяч рублей за полдня съемки. Каждому. Вот это я не уточнил. Если Саша нас слышит, пожалуйста, уточните мне по электронной почте. Каждому или нет? Конечно, мы не поедем это снимать. Даже телевизионщики изумились. Потому что они, многие, работают бесплатно ради этой темы, да? Вот почему Безруков и почему его так любят зрители. А потому что он Нашинский. Он может и заработать деньги, а может и просто рассказать, что знает. Вот, друзья мои, подражайте не клубам, а мне, Безруков и мне, а и Глазунову, и Евтушенко. А мы пока, Михаил Николаевич, заработаем немного денег на рекламе, на Юмор.ФМ. Продолжается программа «Неформат». Еще один час у нас в эфире. Ваши смс на 8870. Люди, кстати, в течение времени присылают их наблюдения по различным названиям. То, что мы традиционно делаем, к сожалению, мы не объявили об этом сегодня. Но, тем не менее, на сайте все это представлено. Может быть, ближе к концу программы мы обязательно зачитаем пару-тройку интересных, очень смешных, правда, названий, которые встречают наши слушатели. 0731 номер для ваших звонков телефонных. Я прошу прощения всем, кому приходится очень долго ждать на линии. Ну, просто интересные темы для разговора. Друзья, мы обязательно постараемся ваши звонки принять. На сайте в интернете онлайн-трансляция организована. Вы можете посмотреть, как это все выглядит. И пишите к нам в Твиттер, веселое радио, пожалуйста, тоже прочитаем. У нас есть, Михаил Николаевич, несколько еще важных, на мой взгляд, тем, которые хотелось бы обсудить и узнать ваше мнение на их счет. Например, на этой неделе, ну, одна из, что ли, тем, один из трендов этой недели, это принятие Украины закона о языке, Украинской Радой. За этот закон о языке проголосовало 248 народных депутатов из минимально необходимых 226, передает РБК Украина. Однако, ну, и теперь, чтобы документ принял статус закона, необходимо, чтобы его подписал президент страны Виктор Янукович, поскольку он уже два чтения прошел. Но проблема заключается в том, что многие депутаты заявили, что они в этот момент находились в отпуске, где-то, не знаю, гуляли, там, курили траву. И не совсем сейчас согласны с тем, что это произошло. Ну, там, драки и так далее, то, что происходит в Раде. Будет принят закон о языке или нет? На самом деле, речь же идет, по большому счету, только о русском языке, хотя в законе перечисляются все языки, на котором разговаривает хотя бы 10% населения, которые считают своими родными. То есть туда и язык татарский попадает, ну, и так далее, и тому подобное. Белорусский, русский язык, Украина. И я думаю, что закон все-таки будет принят. Много депутатов за этот закон. И, честно говоря, мне это приятно. Значит, все-таки добро в мире не закончилось еще. Содружество двух языков – это же вопрос культуры, а не политики. А Западная Украина рассматривает русский язык как политику. Может произойти с ними то же самое, что произошло с Латвией. Латвия злилась-злилась и дозлилась до кризиса. Причем до такого кризиса. И прежде всего в своих собственных головах, что они, по-моему, никогда не выберутся из этого кризиса. Западная Украина и Восточная все-таки разные психологии. Западная Украина хочет в объятия Западу. Она, может быть, тоже понимает, что Запад душит в объятиях. Но им в этой душиловке уютнее будет. А Восточная – это все-таки люди раздолья и воли. Как писал Чаадаев. Наш человек – это человек в поле. Нет, необъятная степь, а посреди нее что-то вольнолюбивый человек в этом роде. Человек вольный, по-моему. Да, ошибочка проскочила. Не точно я цитату привел. Но суть такова. И я все-таки не советую гнаться за политикой стран Балтии. Они, конечно, себя, извините за это слово, позиционируют, то есть встают в такую позу, мол, мы, вот видите, на нас надо равняться. Да ни в коем случае. Они лишились всех главных своих профессий. Они стали только чиновниками. А были хорошие рыбаки, земледельцы. Ничего, нет больше экономики. То же самое будет и с Украиной, если она пойдет на поводу у политиков Западной Украины. Но это вообще-то все знают, то, что я говорю. А вот футбольная сборная мне понравилась. Играла не ахти, а к ней очень хорошо отнеслись. И Блохин вышел на поле и похлопал, мол, мы старались, ребят. Мы чипсами не кувыркались, чипсами в рекламах. Я думаю, что все-таки сейчас начинают налаживаться отношения, и слава богу. Ведь фильм, посвященный Рюрику, на самом деле он не ему посвящен, а тому, что надо объединяться. Нас уже разъединили однажды в истории и разделили всех славян. Мы потеряли силу, каждый жил по-своему. И вот на Востоке догадались-таки объединиться. И произошла Русь. Русь, которая накрыла одну шестую часть земной суши. И от этого трясутся, от этой Руси, которую не могут поработить даже Роквеллер с Ротшильдом, им пришлось объединиться. Потому что, ну, не могут они поодиночке с нами справиться. Превратить... Они такие цивилизаторы. Они должны нас сделать цивилами. Нас, не цивильных. Я думаю, что... Я буду надеяться все-таки, что они примут правильные законы языке. Хотя... И, кстати, тут Янукович молодец. Он, правда, по-русски говорить не умеет. Но... Ну, не, он и по-украински не умеет говорить. И по-русски говорит ни на одном языке. Но направление у него правильное. Компас внутри организма заложен верный. Он, это же он, мы уже говорили с вами, бабахнул. Пускай держит обещание. Он же обещал, что в школах будут проходить стихи Чехова. В украинских. Пускай срочно пишут письменники стихи из-за Чехова. Потомки Чехова. А, может быть, он имел в виду Анфису Чехову. Там поддержку был. Стихи... А, нет, поддержку слышали. Может быть, мужа Анфисы Чеховой. Мужа Анфисы Чеховой, да. Так, ну, Чехов тоже. А там немало народу. Да. Может быть, Западная Украина так сильно стремится в объятия Запада, потому что, наконец-то, забрежил свет надежды, луч надежды, и там открыли бозон Хиггза. Это следующая тема, Михаил Николаевич. На этой неделе в Швейцарии было объявлено важнейшим научным открытием последних десятилетий обнаружение новой частицы, которая с высокой долей вероятности, как заявляют ученые, является неуловимым бозоном Хиггза. Ну, вот это всем понятно сразу. Конечно, ну, бозон Хиггза, ну, кто не знает. Что за бозон, скажете, Михаил Николаевич? Да, что за бозон? У нас на Урале, конечно, спокойно отнеслись к этому. Давайте я позволю себе зачитать, что такое бозон Хиггза. Зачитайте, будьте добры. Для меня это было откровением. А многие сейчас шарятся в своих айпадах, пытаются понять, что. А вы знаете, здесь есть такое разделение. Вот в Твиттере все, кто сидят, они типа знают уже, что такое бозон Хиггза. Там даже есть хэштег специальный, бозон Хиггза. Все уже такие сведущие. Мы знаем, что такое бозон Хиггза. А те, кто не знают, люди обычные, такие, как мы с вами, они все обследуют. Что за бозон Хиггза? Шнурки, отстой. А, нет, это знаете, мне вообще интересно, а журналисты, многие пишут вот о том, что вы сказали, бозон Хиггза, но они сами не понимают, что пишут. И пытаются их понять те, кто не понимают. То есть процесс затянется. Вы знаете, мне напоминает то, что я сейчас прочитаю. Да, то, что я прочитаю, мне напоминает мои занятия по логике в университете. Когда я к Ярке Гора читал, я реально брал предложение и искал подлежащее и сказуемое. Потому что остальное было непонятно. Итак, бозон Хиггза, пишут журналисты, как они это себе представляют. Это последний недостающий элемент в так называемой стандартной модели, который объединяет все виды взаимодействий, кроме гравитационного. То есть сильное, слабое и электромагнитное. Увидеть его невозможно из-за крайне малого срока его жизни. Сразу после рождения он, очевидно, распадается на частицы, характеристики которых могут быть различными. Вот что такое бозон Хиггза, друзья. Только что мы выяснили. На самом деле, речь идет о элементарной частице, которая в так называемой стандартной модели, физической, является последней еще неоткрытой. Предположительно, она там есть, но никто ее ни разу не видел. И вот наконец-то. Но надо же оправдать затраченные бабки на эту дуру. Дурой коллайдер. Дурой в России называли всегда что-то большое и непонятное. Коллайдер от слова кола, от украинского слова круг. Он действительно кругом выстроен. Вообще, что такое коллайдер? Вы же слышали, что такое дубна? Синкрофазотрон в дубне. Это тот же синкрофазотрон, но больше. Это то же самое, что впротвено. Опасность этого коллайдера вот в чем. Что они там могут доэкспериментироваться до того, что Землю утянет в черную дыру. Вот это может произойти, потому что если сгусток какой-то энергетический, они там произведут, они его не удержат. И тогда действительно конец света не по Чубайсу наступит, когда электричество выключат, а реально наступит конец света. Но все-таки этого не произойдет. Там очень много наших ученых работает. Испротвено, из дубны. Но я хочу пояснить, как я это понимаю. Я очень много уделял в жизни, в юности, внимание ядерной физике. Что значит увидеть невозможно? Нормально это только потому, что он живет коротко, а то, что он такой маленький, они даже не пишут. Когда-то неделимой частицей считался атом. Потом стал считаться протон, нейтрон, электрон. Потом оказалось и они делимы. Потом оказалось, что нейтрино появилось. Как увидели нейтрино? Так же, как сегодня, если действительно эту частицу нашли. Протон с нейтроном, разлетаясь из ядра, должны, имея одинаковую массу, разлететься в противоположные стороны. А они разлетались под углом. Значит, была третья частица. Ее назвали нейтрино. Что у нее нет заряда. У этой частицы. Потому что разлетались в той же плоскости. Иначе бы в другой плоскости. А так, как иногда эта нейтрино отлетала вправо, другую влево, поняли, что есть так называемый спин. Вращение этой частицы. Вот это без вращения частица, которую нашли, если верить этим сообщениям. И это просто... Вот фотон потом был неделимой частицей, а потом кварки нашли. Теперь кварки разделились. Уже семь частиц, из которых состоят кварки. Вот нашли еще одну более мелкую. Если еще раз повторяю этому верить. То есть, журналисты допускают безграмотность, когда пишут последнее звено. Последнего не бывает. Там еще будет более мелкое. Когда-то последним звеном считалось открытие, что планеты крутятся вокруг Солнца. Но кто ему выгодно, точняк это всему, Ротшильду с Ротхеллером, которые будут пугать человечество. И у меня вообще поощрение, что это проплатил Голливуд, это сообщение. Они готовят фильм о том, как в черную дыру могут засосать землю в результате неправильного эксперимента. Русские шпионы, в коллайере, все. И Брюс вылез в эту трубу аэродинамическую. Он гребет поперек потока нафиг. И хватает зубами эти частицы, жрет их, все. Ему ставят клизму, и он спасает мир. Вот голливудский фильм такой. Вот, по-моему, к чему это все ведет. А мы ведем к тому, друзья, что если у вас слишком маленькая элементарная частица, вы не можете ее найти, слушайте рекламу на Юмор.ФМ. Продолжается программа «Неформат» в прямом эфире радиостанции Юмор.ФМ. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. На этой неделе пришло исследование, которое нам показалось очень интересным, особенно в связи с нашими традиционными разговорами о языке, которые кажутся и действительно такими являются очень интересными для большой части нашей аудитории. Люди задают постоянно вопросы, часто и вот про фесский диск, но мы об этом поговорим чуть позже. Да. Исследование следующее. К официальному сленгу на этой неделе пришло исследование. Положительно относятся четверть сотрудников российских компаний. Ух ты. Так вот, 25% респондентов, я ссылку дам, это исследовательский центр рекруйтингового портала superjob.ru. Ну, всем понятно. Такое исследование, да. Superjob. 2000 офисных работников. Так вот, 25% из этих 2000 сообщили, то есть 500 человек, что особые слова и выражения, употребляемые в рабочем коллективе, помогают большему взаимопониманию, поскольку они понятны только посвященным, а также позволяют ускорить вербальное общение за счет сокращения слов. Так, среди бухгалтеров и финансистов особой любовью пользуется глагол «крыжить», «открыжить», то есть подробно проверять бухгалтерскую отчетность, ставя на документах крестики, что произошло от польского слова «крыж», то есть крест. Физики и юрики – это слова из профессионального сленга юристов, обозначающие физических и юридических лиц. Соответственно, в некоторых компаниях, вне зависимости от профиля компании, генерального директора могут называть геной, столовую – кормушкой, сотрудников финансового отдела – финиками, пожелания клиентов – хотелками. Вот пришли сюда со своими хотелками. Существует, и это самое главное в нашей новости, и целые сленговые словосочетания. К примеру, «этот манагер мои экспенсы не апрувит», что означает, что этот менеджер мои расходы не одобрит. А как еще раз, ну-ка, еще раз по-сленговски? Ну да. «Этот манагер мои экспенсы не апрувит». А, ну вот сейчас я въехал, да. Не апрувит. Удивительно, 25%, я подчеркиваю, согласно… Поддерживает это. Поддерживает, да. 25% не знает нашего языка. И лишь 20% считает, что это умаляет красоту и достоинство русского языка, значительно обедняет общение. Причина использования сленга – это недостаток в голове нормальных слов и выражений, а точнее глупость. Констатирую каждый пят. Я бы добавил, мельчит мышление тех, кто использует этот сленг. Я… ну, это вы зачитали данные фонда. Наши люди… я не знаю, доверять или нет, но, наверное, можем. Хотя наши люди не очень доверяют фондам. А у нас теперь еще рейтинговое агентство вычисляет рейтинги, знаете, как называется, да? Муди. И наши люди не очень ему доверяют в силу названия. Это сообщение на правах рекламы сейчас прошло. А как называются на сленге те, кто в нем работает? Они меряются, ну, как бы, чем меряются обычно? Вот у меня… Рейтинги меряются. Ой, я не могу. И главное, как называются те, кто работает в нем? Это тоже понятно сразу. Сотрудники агентства Муди, конечно. Но действительно, это крушение сотрудников. Это… ну как, это крах культуры, то, что происходит сегодня. И девушка, где это… да, в вашем любимом Владивостоке. Они опять на меня обидятся, но я скажу, не все девушки, одна только на вопрос, с кем ты работаешь, сказала, я девелопер. Ну, как может человек сам про себя такое сказать, да еще с гордостью? А сколько раз я слышал от девчонок, я франшиза, а шеф-повар, как теперь называется, топ-менеджер по вторым блюдам. Ну, что же это такое? Ну, почему… я, наверное, это уже говорил. Тем не менее, ну, почему стали говорить толерантный? Вот объясните мне. Есть русское слово «нелицемерный». Почему надо говорить креативный? Творческий. Почему инновация, новшество? Во всем есть дрожь русского слова. Те, кто переходят на такую узкоумственность, они, конечно, мельчат собственное мышление. Ну, смотрите, мужчина пишет в рекламе. Простите, пишет мужчина мне письмо. Наткнулся в рекламе на такое. Агентство праздничного демпинга «Ленарт» предлагает воспользоваться недорогим, но качественным кейтерингом. И что я должен делать? Я вообще удивляюсь этим офисным работникам. Они думают, что вот их офисная жизнь, вот это на пятачке площадью с копытца зебры, они считают, что это все такая жизнь в России. Это… где это? В Хрыму написано. Верблюдинг. Стоит верблюд и написано верблюдинг. Пять гривен там, я не помню. Верблюд бедный знал бы, что написали, а плевал бы с ног до головы, придурка. Михаил Акаш, а что происходит? Собственно, ну, фантазии рисуют разные, в общем-то. Что происходит между верблюдом и тем, кто это заказывает? Вот, они же не понимают, что это означает. А туалетинг. Как вам нравится для того, чтобы… Это, видимо, для тех арабов, которые из Египта приехали отдыхать в Крым. Потому что это, собственно, у них так написано. Они так переводят русский язык. Я ведь впервые на сцене стал говорить об этом явлении, и это предмет моей гордости. Когда я поехал в Америку, я был восхищен впервые всем, что было в Америке. И стометровками колбасы, и двухсотметровками сыра, и просил меня фотографировать на этом фоне. Но когда я увидел наших эмигрантов, я вдруг почувствовал опасность. Потому что они что-то что уехали? Здесь им плохо жилось. А потом вдруг увидели, что в России воровать можно гораздо больше и легче, чем в Америке. И рванули сюда. А язык-то их испортился. Они же английский не выучили. А слова в них попали. А грамматика западло учить было, и тяжело. И они стали говорить смесью. Ведь я впервые там увидел, моя вайфелька, я услышал. Это жена, вайф. Они добавляют наши суффиксы. И закрой window, а то челдринята зафрезуют. И я впервые услышал это. И я стал записывать это все. Потом я про них это написал. Они объявили, что я агент КГБ. Но тем не менее, был прав, они приехали сюда и научили так говорить нашим. Я вообще должен вам сказать, что я порой чувствую, вот эти люди, которые так говорят, это не наши уже люди. Это иммигранты, которые уже давно душой эмигрировали из России. Они остались здесь туловищем. Короче, позор. Если бы я мог, я бы собрал этих людей в один круг. Как мы выносили общественное порицание в институте тем, кто ворует, предателям. Мы рук образовывали вокруг. И темная. Нет, в свет. Да, темную, темную. Нет, за темную можно было и поплатиться. А мы просто показывали все пальцем, 3-4 пальцем и говорили, у сука. Вот, в хорошем смысле. И, между прочим, у него сразу, в хорошем смысле. И сразу у него и здоровье падает. Это такое, знаете, это из области мистики колдовства Вуду. Вот все показали пальцем, и все. Человек обезэнергичен. Он очень плохо себя чувствовал. И так влог себя чувствовал, что впредь не воровал и не предавал своих товарищей. Вот этим предателям, вот этим негодяям и падлам, которые поганят наш язык. Надо их собрать в кружок, нам собраться вокруг и сказать им то, что я повторять не хочу по радио. Надо сказать им просто показательных пальцем и сказать, этот менеджер, мой адвайс, я не помню. Сын моей собаки. Мой сэспенс не опрует. Вообще, результат действительно, результат действительно, тот ужас, виртуальный ужас, в котором живут виртуально дети. О виртуальном мире, это ведь для русского языка виртуальные слова. А значит и виртуальное счастье ожидает тех, кто ими пользуется. Но у меня много интересных писем, я думаю, что может быть после рекламы и перерыва я вам зачитаю. Многие в тему. Да, редкая минута счастья ожидает нас сейчас, Михаил Николаевич, реклама на юмор. Наконец-то я заждал рекламу. Реклама. На пару минут прервемся, друзья. Продолжается программа неформат в эфире радиостанции Юмор-ФМ. У нас есть еще несколько тем, может быть не таких веселых, как мы только что обсуждали. Но тем не менее, еще одно исследование на этой неделе появилось. Михаил Николаевич, я не знаю, как вы будете его комментировать, но надо. Мы говорили, что нам нужно для женщин... Я напрягся уже. Для женщин нужно что-то сделать хорошее. Да. Пока этим... Всегда готов. Да. 80% женщин, согласно исследованию британских ученых, готовы бросить все ради продолжения курортного романа. Исследователи опросили несколько тысяч мужчин и женщин, которых когда-либо были курортные романы, и выявили существенное различие у представителей разных полов в отношениях к подобным развлечениям. По статистике, 4 из 5 женщин, 4 из 5 окунувшихся в курортный роман, хотели бы продолжить его после отдыха и даже уйти из семьи. Среди мужчин на это может решиться только каждый пятый. А это вот тот фонд, о котором я говорил, агентство рейтинга вычисляло. Тогда я понимаю, почему они так называются. Ну, я не знаю, чего тут говорить. По-моему, это сплошная выдумка. Хотя, может, я лучше отношусь к человечеству, чем следовало бы. Но вот из моей практики я таких выводов бы не сделал. Потому что с кем я в юности не пытался закрутить, мне все отказывали. И это никак не умещается. Вы просто на курортах курил это. А на курилах, потому что ты рыбачка, я рыбак. Да, ты морячка, я моряк. Нет, ну не знаю, ну вот нет у меня доказательств из опыта моей жизни. Друзья, если у вас такие доказательства... На ужины надо спросить, кстати. Вот я что-то не догадался, может, у нее как раз есть. Если у вас есть такие доказательства, пожалуйста, присылайте их. Но это вообще переработка Фрейда, Максим. Он считал, что роман освежает супружеские отношения. Это совершеннейшая Фрейдовщина. Фрейд вообще был таким разводиловым, такой мелкий пакостник. Он зарабатывал бабки на самых омерзительных выводах, которые он делал за человечество. Он травмировал человечество и зарабатывал на этом. И, знаете, мне только один вывод нравится Фрейдовский. Ну, сейчас попробую объяснить как-то приличными словами. Ну, то, что все построено на половых отношениях, это все все знают, что... А нет, два вывода очень интересные. Первый – это тест. Вот, друзья мои, запоминайте. Можно протестировать. Допустим, вам бы нравилась девушка, и вы можете ее протестировать. Каким образом? Задать четыре вопроса, и вы поймете, как, кому и к чему она относится. Говорят, что этот тест придумал Фрейд. Первое – как относишься к морю. Второе – как относишься к темному лесу. Третье – как относишься к собакам и кошкам. А то, что отвечают насчет темного леса, полностью соответствует отношению к смерти, к уходу из жизни. То, что относится к собакам, относится к мужчинам. То, что к кошкам, к женщинам. А то, что к морю – к сексу. К секс-слово мне неприятное, но я здесь его употребляю, как научный термин. Вот так скажем. И действительно, это так смешно иногда. Там, разговариваешься с кем-то, ты говоришь, слушай, ты как к морю относишься? А ты же знаешь, что такое? Она говорит, я так люблю заплывать за буйки. Говорит она. И чтобы все видели, как я умею плавать. Мне так хорошо, по солнечной дорожке. А другая говорит, я не люблю, я так окунусь и сразу бы хожу. Мне настоящее удовольствие не доставляет море. И ты все понимаешь сразу. Вот это первое, что мне у Фрейда показалось забавным, любопытным. А второе, ну это точняк сходится. За первое не ручаюсь, проверок не было. Опрашивать – опрашивал, а сходится или нет – не знаю. А вот второе – точняк сходится со всеми моими богатенькими знакомыми. Простите, есть такая болезнь, но теперь, Юрий, вообще, когда смотришь… После наших реклам вообще не стыдно ни о чем говорить, Максим. Не стыдно. Рекламы смотришь – тут кариес. Ощущение, что, во-первых, так, что вся страна в импотентах по рекламам. Потому что все время в пиндюрите от импотенции. По всем каналам. И в том числе по нашему. То есть импотенты с кариесом хромые, пучат всех. Это жуть, а не население России, если послушать. Но все в дорогих машинах при этом их пучат. А какая жизнь, Михаил Николаевич? Карис изо рту воняет, микробы размножаются в зубах, под языком, под крышечкой. Везде, знаете, да. Какие курортные романы. Какие курортные романы. Ты при таком состоянии организма. Ой, это гениально, да, он ее на улице встречает. А вы знаете, это красиво, правильно, что у вас размножаются во рту микробы. Она говорит, да, реклама. И вся страна хавает это дело. Но я к чему? К Фрейду. И вот это наблюдение точное. После этих реклам могу. У кого запоры, тот скупой. Суть денег и нечистот одна и та же. Кто не хочет расставаться с деньгами, тот и с нечистотами расстаться не может. Гениальное наблюдение. Я бы сам до такого не догадался. Старик Фрейд продолжает удивляться, что сказать. Это в его посмертных записках. Видимо, последний написал, сделал вывод. Исходя из собственной жизни. И загнулся, знал, что его уже позорить при жизни не будут за это. Признался. Раскаялся. У нас еще есть одна грустная тема. На этой неделе. Вступил в закон новый алкогольный закон. Вступил в силу новый алкогольный закон. Точнее поправки в 171 федеральный закон, регулирующий алкогольный рынок. Новые нормы значительно ужесточили правила продажи некрепких алкогольных напитков. В частности, вина и пиво. Считается, что новый алкогольный закон направлен в первую очередь против пива. Его нельзя будет распивать в общественных местах, в том числе во дворах, подъездах и городских парках. За это предусмотрен децидеративный штраф. Кроме прочего, сейчас нельзя будет реализовывать с 23 до 8 часов и в лотках. То есть, ну, как бы запрет там, а к концу года вообще полный. Пиво пить нельзя будет, вино нельзя и так далее и тому подобное. Как вы думаете, не... Похоже, я в третий раз соглашусь. Но я... Что? Да я думаю, к чему это приведет? Не приведет ли это, как было в свое время, к самогоноварению, которая была первой начнет? Конечно, но это не прекращалось вообще. И, кстати, лучше варить самогон, чем вот эту паленку пить. Это борьба с паленкой. Ну, в принципе, правильно. Паленку делать будет невозможно. И продавать по такой цене. Покупать не будут. Я думаю, что... Мне смешное письмо один прислал. Гневное, после того, как речь пошла о том, чтобы этот закон вступил в жизнь. И пишет, вот это действительно наступление на демократию. Нормально. Демократия, алкоголизм у чувака совмещаются в мозгу. Эти два понятия. Но, что опять касается меня, мне кажется, что давно пора было сделать дорогой водку и научиться у старых виноделов Крыма делать, кстати, допустим, белое, сухое, хорошее и очень дешевое вино, которым можно насосаться до посинения. Но почки будут работать всю ночь. И омолаживаться организм будет. Ну, конечно, я сейчас перебарщиваю, немножко шучу. Но, тем не менее, выпить один-два бокала белого вина, именно белого, пропиарено красное. Потому что торговцы красного вина пиарили свою продукцию, а белого нет. У них не такие заработки. Я, например, не пью все эти петрюсы. Ну, зачем они мне нужны? Во-первых, мне не нравятся бордосские вина, ну, за исключением каких-то особок. А потом, мне стыдно вообще сказать, принесите мне бордоское 96-го года. Я пил портвейн в юности. Три семерки. И был счастлив. Санцедар. Этим же, этой же жидкостью красили заборы. И был счастлив. А теперь, что-то, little bit croaky. Там, за две тысячи долларов бутылка. Oh, no. It's not mine. Вот это фуфло гнать, я все-таки стесняюсь. И я считаю, что крымские вина, например, были сухие и очень хорошие. А полусухие уже нельзя. Это уже вредно для организма. А настоящие сухие, 12 градусов, ни голова не болит, засуды чистятся. Водка, мне говорят, водка прочищает сосуды. Да, только печень летит к чертовой матери. А так нормально. Умрешь с чистыми сосудами, но без печени. В принципе, я понимаю, мечта странная, странноватая. Ну, славян все наперекосяк. И я думаю, что надо, надо повышать цены. У нас есть наша традиционная рубрика. Давайте послушаем Ирину Слуцкую, нашу замечательную олимпийскую чемпионку. Вопрос от звезды. Не формат. Вопрос от звезды. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ирина Слуцкая. У меня вот такой интересный вопрос. Мой сын первое слово сказал ни мама, ни папа. Произнес «ква». Как вы думаете, с чем это связано? «Ква» вообще дети произносят, Ира, очень просто супер вопрос. Но не говорите никогда о том, что я скажу итальянцам. Более того, и французам не говорите, и испанцам. Короче, всем, кто считает, что их языки от латыни произошли. «Ква», дорогие мои, это где ребенок хочет пить. «Уа», «уа», «ква», «уа». И там в этом звуке вы можете, если прислушаетесь, услышать «ква». Такое немножко «кэ» при дыхании идет. И часто это выливается в звук «кэ». Я... Ну, «аква» это же... Ну, поэтому «ква», «кводе», «вода», «уа», «уа» это «вода». Это «даешь ва», «ва», «вода», «даешь воду». «Ква» в другой огласовке. Поэтому «ква» это «квакушка», «кряква», «брюква», «клюква». Все, что у воды. «Квакушка». А у римлян они выдернули это наше прославянское «ква» и навернули новые слова. «Акведук», «акваланг». То, что и произошло вообще в мире, берет наше слово «пускать». «Пус». «Пус» – корень. Нет, не то, что вы сейчас подумали. Нет. «Пас». «Пас» – пропустить. «Пас» сокращается. А ворота стали «портом». Как «портарь» по-испански? Что значит «вратарь»? «Порт» – это ворота по-испански. Это наше слово от слова «вращаются». «Врата». Они отворяются. И отсюда отворять врата. А у них только «порт». «Паспорт» – это порт, который пропускает. То есть это место пропуска. Такая же ситуация со словом «граната». Оно не наше. Потому что нашим не надо изобретать гранаты прославянам. Камнями засыпали с горки и все. А этим же нужно орудие убийства мощное. Что такое граната? Граната почему названа? Потому что фрукт гранат имеет зерен много. И граната, как оружие, внутри много зерен. Она взрывается, раскидывает. Это зерната. Но зерно в другой огласовке «грейн» в западных языках. Но зерно изначально… «з» у них перешло в «г». А почему зерно изначально? Оно созревает. Созерцать могу. Созреть – это когда ты зреешь, что созрело. От слова «зрение», «зраки». То есть опять вся этимология у нас, Платон говорил, если слово не имеет в родном языке этимология, оно взято из другого языка. Большинство западных слов не имеет этимологии в своих собственных языках. Когда вы смотрите на слово «дюна», да, английское, то в этимологии написано в этимологическом словаре от слова «даун». С ума сошли. От слова «надуло», «дуть», «надуло песок». Просто у них не хватает ума перейти к прославянским языкам. А прославяне заселяли всю Европу. Ира, спасибо за хороший вопрос. Я как-то очень завелся, что чуть не пропустил рекламную паузу. Реклама на Юмор.ФМ, друзья. Через пару минут мы в студии. Продолжается программа «Неформат». В студии Михаил Задорнов, автор идущий этой программы. Ему помогаю вести программу «Я». Меня зовут Максим Запелин. Я хочу зачитать несколько сообщений. Точнее, одно сообщение, несколько не хватит времени. Пришедшие на 8.8.7.0. Поскольку наша программа, по меткому выражению, Михаил Николаевич, идет пунктиром, мы где-то затрагиваем веселые вещи, где-то не очень, то вот это абсолютно ко двору. Здравствуйте, уважаемый дядя Миша. В Волгоградской области большое горе. Норильский никель собирается начать разработку месторождения никеля в устье чистейшей реки Хопер, которая убьет ее и всю пойму. Выскажите, пожалуйста, свое мнение с уважением Сергея Волгограда. Ну, прежде всего, надо посмотреть проект, действительно ли убьет пойму, потому что это может быть в сердцах наши так сразу «Ой, сейчас нам все загадят». Этим занимается ведь Прохоров, я так понимаю. Это же его люди. Значит, если он хочет быть президентом или хотя бы мэром города Астрахани в будущем, то все-таки к этому надо отнестись трезво. Вряд ли он, если поймет, что это преступление будет продолжать. Идите на улицы, собирайте подписи в интернете, выходите на улицу. Что вы требуете пересмотра этих результатов выбора и слушаетесь человека, который просто хочет во власть и на место другого? Ну, зачем ерундой занимать? Все равно никто не будет пересматривать результаты выбора. Никогда. Этого не было еще никогда в мире, нигде. Везде фальсифицируют, у нас просто это делают с нашим темпераментом и масштабом. Вот чего надо. Идите на улицы, выходите, говорите, чего надо, чего не надо. Но найдите сначала людей, которые разумно это сформулируют. Потому что, может быть, там нет опасности, а может быть и есть. Я не в теме. Поэтому я точный совет конкретно дать ему. Михаил Николаевич, тогда есть еще пара сообщений, буквально в режиме БЛИЦ, на который хотелось бы получить ваши комментарии. На немецкого студента в суд подали за слишком быстрое обучение. Подал его университет. Университет прикладных исследований по экономике и управлению, расположенный в городе Эссен в Германии, подал в суд на своего выпускника, сумевшего досрочно получить степень бакалавра и магистра. Он потратил на обучение три семестра, а стандартный срок обучения 11 семестров. Как пишет издание Дэр Вестен, окончить вуз так быстро этот молодой человек по имени Поль смог благодаря помощи двух своих сокурсников, которые одновременно с ним посещали другие лекции. Они обменивались информацией, и через три семестра он защитил степень бакалавра и магистра. Астроумно. Да. Сейчас университет подает на него в суд, потому что он заплатил им только за три месяца обучения, которое он фактически... Ну да, слушал меньше на лекции. Да, не, не, заплатил за... Ой, за три семестра имеется в виду, а должен был как бы заплатить за 11. Да, 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 да. Что вы... Понимаю, ну формат... Вот надо Фурсенко поучиться у немцев, что он по мелочи работает. Надо уж формат, так формат во всем. Вообще меня это все не удивляет. Они действительно живут форматом. Вот им, например, приказали сверху. Сказка о Белоснежке и Семи Гномов... Как о Белоснежке и Семи Гномов? Не политкорректно, потому что Белоснежка – это белый человек. Я не знаю, они хотят в Афроснежку переименовать, видимо, не удалось. И они решили вообще эту сказку исключить. И вместо нее ввели сказку в западных многих школах. Сейчас я вам найду. Сказка политкорректно... Вообще они со политкорректностью доиграются. Вместо Белоснежки дети служат сказке о жирафах-гомосексуалистах. Вот это очень мило, я вам дала сказать. Жирафы-гомосексуалисты. Это политкорректно. День рождения – нехорошо говорить, потому что у секты свидетелей Яговы члены этой секты не празднуют день рождения. Вот, это не толерантность, друзья мои. Это лицемерие. Ну, что еще у нас? Есть еще одна совершенно чудесная новость, пришедшая к нам из-за рубежа по каналам и на связи. Пришла она к нам из Вашингтона. Спасатель из Флориды... А пришла из Вашингтона. Остался без работы из-за того, что спас жизнь человека. Томас Лопес с говорящей фамилией оказался жертвой местных правил пляжа, на территории которого произошел инцидент. Зона отдыха, которую обслуживал Лопес, разделена на несколько зон ответственности спасателей. Человек, спасенный Лопесом, находился в зоне ответственности другого спасателя. Во время дежурства к Лопесу подбежали люди и попросили его о помощи, сообщив, что то не человек. Тот, естественно, вытащил его, оказал ему первую медицинскую помощь, ну и так далее. Человек выжил. Но компания, владелец пляжа, вынуждена была уволить Лопеса за нарушение корпоративных правил. Ну, представляете, вот такое могло быть в советское время? Нет. Нет. Могли вознести выговор и дать большую премию. Выговор, что не на своем участке другой тонул, а премию дать за то, что человеком оказался. И кто сказал, что это общество человеколюбиво после этого всего? Оно законолюбиво, а не человеколюбиво. Меня не удивило опять то, что вы прочитали. Когда я в Атлантик-Сити выступал, меня поселили в гостинице на верхнем этаже в знак уважения, что ко мне приедут... Там же, знаете, как гостиница, а внизу казино всегда на первом этаже. Это Атлантик-Сити, игровой город. И раз ко мне приезжают зрители, полторы тысячи человек, они же на билетах заработали не так много, как на игре этих людей, которые пойдут после концерта спуститься в казино. И поэтому мне дали бесплатно весь этаж гостиницы. И там были всякие, это американский стиль, там какие-то эти кровати с капюшонами, с балдахинами, зеркала. Я еще выпил с утра, с вечера как-то. Утром вообще не могу найти вход в ванну и видеть себя во всех стенах, во всех гранях. Это омерзительное зрелище. Эти хрустальные тигры, пластмассовые... Это такое одноразовое богатство такое. Пластмассовые фрукты. И все хорошо. А окна не открываются. Окна нельзя открыть. А все остальное круто. Я спустился вниз, говорю, окна, я люблю дышать свежим. Но не могу, я задыхаюсь. Я без воздуха, я русский человек, я без воздуха задыхаюсь. Я к ним спустился вниз на ресепшн. И американке вот этой улыбчивой ресепсионистки, она так родилась с этой улыбкой политкорректности на лице, я ей говорю, почему окна не открываются? Она говорит, а если вы выброситесь нормально? Она мне еще говорит, нам за вас отвечать? Я говорю, как вы из-за этого окна? Она говорит, у нас во всем отеле закрыт, потому что люди проигрывают, хотят покончить жизнь с убийством, а нам отвечать за это. Я им говорю, ну подождите, вон море, Атлантик-Сити на берегу, извините, на берегу океана. А там такие океанские волны, в которых хочется не только плескаться, но и утопиться не грех. Он же так тебя шандрахнет этой волной, долго мучиться не будет. И я им говорю, вон же, пошел и утопился. Она мне говорит, это не наш район, сказала она, с той же политкорректной улыбкой. Удивительно. А теперь еще одна новость, которая, ну, более приближена, что ли, к реальности, чем пластмассовые балдахины и хрустальные тигры. Голую Анастасию Волочкову вековечили в мраморе. Вот порадовали меня, наконец. Николай Шматько. О, говорящая фамилия. Скульптор из города Луганска вырубил из мрамора статую скандальной балерины Анастасии Волочковой. Класс. Но он сделал это, конечно же, но Анастасия была не очень довольна. Почему? Она сказала, может, конечно, я и... Галатея, а он ее в образе Галатеи, да, изобразил. А он написал, что она Галатея? Как люди, вот проходя мем, будут знать, что это Галатея? И вообще они знают, кто такая Галатея? Потому что он назывался Пигмалионом. А, он просто подписался, Пигмалион. Понятно. Да, скульптор явно мне не польстил, говорит он. И грудь у меня больше, и тело уж, извините, без растительности на нем, говорит Анастасия Волочкова. А он из мрамора растительность сделал? Это очень удивительно. Я угораю с наших, вот, ребята дают. Я никогда еще не видел, что можно было в волосы, да еще на женские. Но я на месте Волочкова обиделся. Но я бы на месте Волочкова вот на что обиделся. Ведь в Луганске будут говорить, пойдем, я не могу, сфотографируемся на Волочковой. Они же будут залезать. Там, знаете, она же полулежащая, я так понимаю, раз она же не может стоять, как Виннира Милоска с отрубленными руками. Она наверняка лежит, потому что на всех фотографиях, по-моему, она лежит. Ну, похоже, да. Я-то смотрел фотографии, а как же. Я демонстрирую незнание предмета. Вы не знаете, а я смотрел. Потому что прожить всю жизнь, не посмотреть на голову Волочкова, ты же зря жил тогда на свете. Да, срочно в агентство будет. А сейчас приезжают туристы. Кто хочет сфотографироваться на Волочковой? Туры по Луганску. Туры по Луганску. Отдыхайте, как говорится, Геннадий Аниченко, на родине. Ну, в крайней мере, в ближайшем зарубежье. Вот на Украину добро пожаловать, друзья. Много достопримечательностей. Михаил Николаевич, у нас осталось совсем немного времени для того, чтобы подвести итоги нашей программы. А я думаю, лучше всего подведет итоги программы моя электронная почта. Как же многое. Слушайте, ну как люди. Все-таки многие мыслят, как мы с вами. И это обнадеживает. Пишет женщина. Мне недавно стало жутко от мысли, как далеки современные дети от реальности. Вчера ехала в поезде по соседству с бабушкой, ее внучкой. Девочка увидела через окон остекло птичку и, внимание, стала увеличивать ее, раздвигая пальчиками, как в айпаде. Вот оно, виртуальное поколение. Представляете? В одной из песен Юлии Ковальчук кто-то заметил классные слова. Между нами океаны. Ты в Торонто, я в Майами. А насколько по географии имела в школе, интересно? Ну, может быть, имеется в виду, что из Торонто они на восток там. Не, ну, может она Майами в Европе расположила, не знаю. Все-таки вот этот наш народ, он действительно не вычисляем. Женщина пишет, приходит ко мне на днях соседка и жалуется. Муж пришел пьяный, ругается, бьет посуду. Я полицию вызвала. Вызвал полицию. И слышу, как наличный клиент и хлопнула дверь. Выглядывая в подъезд, убегает муж. Так она побежала, жена его. Ты что делаешь, когда ты побежал? Я же полицию вызвала, мне неудобно будет. Чудная почта. Мужчина поделился своей бедой. Извините, что жалуюсь вам, но больше ведь некому. Мой сын написал в сочинении, как я провел лето. Лето я провел чики-пуки. И все, и конец. Друзья, ну что сказать. Главное, чтобы у вас все было чики-пуки. Летом, да? Я уверен, что мы обязательно в скором времени с вами встретимся. Через неделю ждем вас у радиоприемников. Программа «Неформат» с Михаилом Задорновым обязательно вернется в эфир. Ну а пока Михаил Николаевич отправляется в очередную творческую командировку на хутор. Да, да. Так звучит странно, действительно. Да. Но вообще, друзья, чтобы у вас все было чики-пуки. Спасибо вам огромное. Слушайте Юмор ФМ. И до встречи через неделю. Неформат на Юмор ФМ